От 500 до 11 тысяч тенге за один грамм. Такова сейчас цена на метеориты. Если раньше обломки космических тел считались предметом культа, то сейчас их легко можно приобрести на маркетплейсах. Так свою коллекцию из 22 воздушных камней собрал житель Алматы. У 50-летнего Ильдара Халитова необычное хобби. Он коллекционирует метеориты. Подробнее расскажет Алия Феликс Коза. Ежегодно на Землю падает до 5000 метеоритов. 22 осколка космических тел, упавших на разные континенты в разные годы, теперь хранятся в кабинете алматинца Ильдара Халитова. Коллекционер-любитель собрал 9 из 23 зарегистрированных метеорита, которые найдены на территории Казахстана за последние 184 года. К своему хобби он пришел неожиданно. Три года назад он наткнулся на статью про метеоритику. Тема настолько увлекла Ильдара, что через год приобрел свой первый экземпляр. Он называется «Березовка». Это достаточно большой фрагмент, 620 грамм, каменный метеорит. Я его купил у парня с Астаны, который в свое время его нашел и, соответственно, зарегистрировал. Сейчас основная масса этого метеорита находится в России в музее. Профессия Ильдара Халитова не связана с астрономией. Однако за три года Ильдар не только собрал свою коллекцию, но и помог другим подтвердить их находки на базе Международного Метеоритного общества. Одним из таких случаев стало оформление метеорита «Ощеколь», найденного в Казахстане в 1987 году. Благодаря усилиям Халитова его официально зарегистрировали, рассказал геолог Александр Шершаков. 37 лет назад был обнаружен метеорит, который не подтвержден был. Благодаря Ильдару, любителю, коллекционеру метеоритов, у которого такое замечательное хобби, и благодаря этому хобби метеорит «Ощеколь» стал на самом деле метеоритом со всех позиций. Коллекционирование метеоритов требует значительных вложений. Ильдар Халитов выкупал у обладателей сертифицированный экземпляр или его осколок. На создание коллекции из 22 небесных камней он потратил около 7 тысяч долларов. А в этом году коллекционер выпустил книгу «Казахстанские метеориты», где рассказал об уникальных находках обломков космического происхождения на территории страны.